Свежий асфальт, новая тротуарная плитка и глянцевая разметка. Это улица Свободы. Сегодня по ней до центра без пробок и теперь уже не по ямам добираются сотни автомобилистов. Еще полгода назад об этом можно было только мечтать. Такая второстепенная магистраль обошлась городу в 13 миллионов 700 тысяч рублей. Долгожданного ремонта автолюбители дождались и на другой транспортной артерии города. Эта дорога на проспекте автомобилистов не видела ремонта более 15 лет. Чаще всего водители ее используют как объездную. Месяц назад наша съемочная группа уже была на этом самом месте. Здесь был гравий и песок. Сегодня дорога почти готова. Положен асфальт и сделаны тротуары. Осталось лишь нанести разметку. Закатали асфальт здесь на сумму 28,5 миллионов рублей. Водители дорогу оценить уже успели. Ну как вам здесь ездить по новой асфальтированной дороге? Очень хорошо. Вообще даже отлично. Сейчас эти две дороги находятся на стадии приемки. В рамках до этого все проходят слабо-назорные испытания. На свободе вырубки были сделаны. Результат показал хороший. То есть они соответствуют всем нормам. По проспекту автомобилистов сейчас они уже заканчивают. Тоже будут сделаны вырубки. И только после вырубок и подтверждения качества работ будет оплата производиться. По инициативе Игоря Шутенкова теперь у горожан есть возможность выбирать, на каких магистралях будет сделан ремонт. Был создан сайт с опросами жителей, чтобы они вносили свои предложения для выбора дорог. Но хочу заметить, что для выбора дорог необходимо учесть, что есть критерии выбора. Дорога должна быть магистральной. Это условия национального вообще проекта. Магистральная, под ней должны быть маршруты. Сбор предложений на ремонт дорог продлится до 15 июля. В общей сложности в этом году отремонтируют 12 дорог протяженностью более 12 километров. Ремонт дорожного полотна планируют закончить до 1 сентября. Екатерина Иллистратова, Жаргал Царинташиев, Новости дня.